Здравствуйте, меня зовут Андрей Новиков и я рад вас приветствовать на YouTube-канале проекта Aroma. Как делать духи? Этот вопрос интересен очень многим, поэтому мы решили ответить на него, пригласив сегодня в гости человека, который знает на своем опыте, как это делается. У нас в гостях парфюмерный журналист и парфюмер Валерий Михалицын. Привет, Валер. Привет, Андрей. Я бы тоже очень хотел знать, как делаются духи. Ну, ты вообще довольно давно этим уже занимаешься и у тебя есть достаточно успешных выпусков. Ну, давай назовем их так, да. Чтобы ты имел полное представление и знал этот весь процесс изнутри. Поэтому кто, как не ты, знает об этом лучше. С чего вообще начинается разработка аромата? Давай я задам тебе ответ на вопрос. Что именно интересует тебя, какая часть парфюмерной индустрии? Тебя интересует разработка аромата, которая начинается в большой корпорации компании? Или как это происходит у маленьких инди-брендов, где руководящий состав состоит из двух-трех человек? Давай выясним, как это происходит в больших компаниях. Именно те духи, которые мы чаще всего видим на полках магазинов. А потом поговорим о маленьких брендах и основных различиях, которые там есть. Я понял тебя. Ну, что касается больших компаний, чьи ароматы мы видим на полках всех сетевых магазинов или не сетевых, то нужно говорить о том, что это в первую очередь парфюмерный продукт. Это не столько содержимое флакона, сколько большой парфюмерный продукт, над созданием которого работает очень много людей. Иногда целые отделы подключаются к разработке одного и того же аромата, скажем так. Но если мы берем его парфюмерную часть, то здесь работа начинается с того, что креативный директор придумывает, создает идею будущего аромата и потом отправляет этот бриф, вот эту идею, описывает ее кратко, быть может это будут слова, быть может это будут какие-то фотографии, образы, даже иногда музыка или фильмы, что угодно, все, что его вдохновляет, это отправляется в качестве брифа для парфюмера. Но это очень короткий путь, на самом деле путь гораздо длиннее, потому что если мы говорим о больших корпорациях, то, конечно же, креативный директор не может работать без маркетингового отдела, который изучает потребительский спрос, потребительские предпочтения, тренды, которые сейчас главенствуют на парфюмерном рынке. И, конечно, без соотнесения с какими-то дизайнерскими решениями, да, потому что цвет флакона, его форма, какие-то визуальные решения, которые принимают точно так же в маркетинговом отделе, они также должны совпадать с ароматом непосредственно. То есть иногда флакон появляется раньше, чем появляется непосредственно парфюмерная композиция, и уже под флакон разрабатывают аромат. То есть все это необходимо учитывать. И, ну вообще, как бы это все выглядит очень быстро и просто. Креативный директор создает идею, парфюмер идею получает и начинает ее обрабатывать. Вот и все. Затем, после того, как создается определенное количество итераций, то есть эскизов, и если креативный директор будет удовлетворен, аромат переходит на тестирование фокус-группы. Фокус-группы также собираются маркетинговыми отделами, и какое-то время маркетинговому отделу необходимо для того, чтобы фокус-группа полностью изучила аромат и дала какой-то фидбэк, который бы устраивал этот маркетинговый отдел. То есть он может быть положительным, он может быть отрицательным, но в любом случае маркетинговый отдел будет принимать решение. Либо разработку аромата остановят, отменят, либо его реформулируют, либо его перекинут на какой-то другой проект. После того, как креативный утвердил, фокус-группа подтвердила, этот аромат отправляется в производство, и либо параллельно с ним производится вся упаковка, весь дизайн, и снимаются рекламные кампании, как правило, потому что аромату необходимо определенное время для того, чтобы подготовиться к выпуску, то есть ему необходима мансерация, ему нужно вызревание в емкостях, потом запуск производственной линии, на которой это все разливается во флаконы, упаковка и прочее, прочее, прочее. Параллельно со всем этим может сниматься рекламная кампания, звезды могут участвовать в съемках, может быть какой-то постпродакшн, ну и, короче, потом в какой-то момент это просто совпадает в одно время в одном месте и запускается на полках сетевых магазинов или бутиков нишевых, в зависимости от того, как позиционировать себя бренд. А кто в итоге определяет то, каким должен быть аромат? Если, опять же, мы говорим о большой крупной корпорации, то тут скорее, наверное, определяет, ответственность за аромат лежит наполовину на креативном директоре и наполовину на фокус-группе, да, или не на фокус-группе, а на данных, которые маркетинговый отдел собрал с потребителей в течение какого-то определенного времени, да, то есть они изучали конкурентов, они изучали какие-то новые, возможно, химические материалы или натуральные материалы, с которыми работают парфюмеры. Ну, это все части, маленькие части одного большого пазла, одной мозаики, потому что без этого всего невозможен парфюмерный продукт. А большая индустрия парфюмерная никогда не продает просто ароматы. То есть мы прекрасно знаем, что такое парфюмерный продукт. Да, я уже, наверное, пятый раз за 10 минут произношу это название, но оно действительно очень важно. Лицо рекламной кампании, внешний вид, упаковка, все-все-все, буквально все, вплоть до пресс-релиза и слов, написанных на постере, на рекламном, который висит в магазине, в любом сетевом или не сетевом. Это все очень важно. И это все дает человеку обещание. Парфюмерия – это прежде всего обещание, обещание сделать тебя таким, каким бы ты хотел быть, но сейчас не являешься. Именно поэтому секс в парфюмерии так продает. Именно поэтому, когда тебе обещают быть богатым, успешным, уверенным в себе, притягательным и, ну, очень много еще чего, ты берешь это для того, чтобы стать таким. Это так работает. Парфюмерия – это в большей степени, наверное, все-таки эмоционально-маркетинговая история. Потому что, ну, давай будем честными, весь люкс последних лет, особенно если мы говорим про мужской люкс, да, заходим на мужскую территорию, весь люкс последних лет, он очень одинаковый, он очень отдалит. Да, хорошо, ну, ты рассказал о том, как устроена маркетинговая часть и часть, отвечающая за разработку, вообще концепция, аромат как таковой. А какое задание обычно приходит парфюмеру, что ему говорит креативный директор и на каком языке они говорят, что они, о чем они общаются? Это очень интересный вопрос, потому что ответить на него можно очень по-разному. С одной стороны, если мы берем, например, какой-то более или менее авангардный бренд или нишевый бренд, да, то есть бренд, который, концепция которого не соотносится со строгостью соответствия маркетинговым вот этим вот изысканием больших корпораций, да, я бы даже взял, может быть, в пример Фредерика Маля. Ну, это, наверное, не самый лучший пример, и сейчас я объясню, почему, коротко. Потому что Фредерик Маль сам по себе изучал парфюмерию. Ты делал видео, буквально недавно оно вышло, да, ты рассказывал, какое образование имеет Фредерик Маль, что он учился и в Рур, Бертон Дюпон, да, в нынешний Живодан. Вот. Я к тому, что как будет выглядеть задание для парфюмера очень зависит от культурного бэкграунда креативного директора. Потому что людей вдохновляют очень разные вещи. А креативные директора — это все-таки люди, да, у них есть свои интересы. Кого-то вдохновляет музыка, кого-то вдохновляет кинематограф, кого-то вдохновляет живопись, кто-то вдохновляется собственными воспоминаниями, путешествиями, чем угодно. И все это облекается либо в слова, текстом буквально, да, там человек рассказывает парфюмеру свою историю, как он там ездил на Шри-Ланку или что-то типа этого, да, и вот хотел бы запечатлеть этот запах, поднимающийся от чайных плантаций на рассвете. Ну, соответственно, это может быть музыка, человек вдохновился какой-то музыкой, и вот ему пришел на ум аромат, и он пытается парфюмеру с помощью этой музыки и дополнительных комментариев перенести вот это вдохновение, именно передать его парфюмеру. Я даже знаю человека, который так реально делал. Я не буду сейчас называть имен, но есть такое. Или, например, Фредерик Маль, да, который совершенно спокойно может дать своему парфюмеру буквально пирамиду аромата, который ему необходимо. То есть он работает вместе с парфюмером, над ароматом вместе, видя формулу, понимая, как это все работает. Да, возможно, невозможно, а точно у него совершенно не так хорошо развит парфюмерный талант и скилл, как у Доминика Равьона, например, да, его вот хорошего друга, с которым он работает. Но при этом он понимает, что происходит, а это очень важно, понимать, что вообще в этой формуле и в этой совместной работе происходит. Потому что бывает так, что парфюмерному, точнее креативному директору просто наплевать. Он, ну, совершенно не заботится о том, что он делает. У него есть задание, у него есть, скажем так, распоряжение маркетингового отдела, который сказал, через три месяца нам необходимо создать, выпустить парфюмерный релиз. Займайся. А у тебя нет вдохновения, ты вообще не знаешь, что делать. И этот же маркетинговый отдел тебе говорит, ну, слушай, у нас тут, скажем так, для кого будем делать аромат? Для женщин? Окей, в какой стране? В Бразилии? Ладно. Значит, мы возьмем там какие-то акватические оттенки, мы возьмем цветочные ноты, мы возьмем какие-то тропические фрукты, добавим того-сего, как бы пятого-десятого, и все. То есть, здесь, по сути дела, нет творчества. Вот если мы говорим про крупные корпорации, креативный директор, который просто сидит в офисе, на месте, и выполняет свою задачу. Вот. И если же мы говорим про что-то более, скажем так, личное, да, то есть, когда человек реально болеет своим брендом и горит за него, и любит то, что он делает, то здесь, конечно, работа строится с парфюмером совершенно по-другому. Здесь уже нет какого-то маркетинга, здесь человек занимается, что называется, искусством. Хорошо. А когда парфюмер уже получил бриф, когда он уже получил техническое задание, и все вот эти образы, которые будут ему помогать на пути создания аромата, собственно, как он приступает к работе, что он делает, уже непосредственно сам парфюмер, как проходит его работа? Ну, во-первых, наверное, ему более всего нужно понимать, что он будет делать, то есть, у него должно уже на уровне чтения брифа, у него уже должна появляться какая-то идея того, как этот аромат может звучать. Соответственно, вместе с идеей у него получается формула уже в голове, выстраивается какой-то список ингредиентов, с которыми он будет работать. В процессе работы что-то изменится, что-то уйдет, что-то добавится, иногда полностью меняется композиция, потому что его вдруг в процессе работы может что-то осенить, и он такой, типа, вот как это нужно было сделать, я сделал это так. Здесь, это уже такой технический момент, как раз здесь колдовство, все волшебство, оно остается непосредственно внутри парфюмера, внутри его разума, потому что на деле это выглядит, как просто он берет бутылки с растворами и начинает из этих бутылок накапывать в какую-то общую емкость, которая стоит на весах. То есть, ну, вообще невозможно понять, что происходит. Просто человек берет банки и начинает капать в какую-то другую банку и все. Потому что на самом деле все вот это вот красивое, волшебное, невероятное, оно происходит именно в разуме человека, который создает аромат. Сначала оно произошло в разуме креативного директора, который выдал ему задание, а затем оно произошло в разуме парфюмера. И если случился вот этот матч, случилось вот это совпадение, то такой аромат считается готовым. Через определенное количество итераций. может быть 10, может быть 100, может быть 1000, да, то есть 1000 эскизов это вполне себе нормально. То есть аромат закончен тогда, когда креативный директор считает, что идея передана наиболее точно и технически совершенна? Только так. Аромат закончен тогда, когда креативный директор сказал стоп. Ну, это как режиссер, наверное, в фильме, да, или, честно говоря, я не знаю, кто говорит стоп. Вот. Ну, в общем и целом, какой-то человек, который изначально выдает задание, контролирует процесс его выполнения и он же принимает решение об окончании работы. Что касается маленьких марок парфюмерных, то очень часто креативный директор и парфюмер у них в одном лице. Например, ну, далеко за примером хотеть не будем, это я, да, то есть для себя я сам выдаю задание и сам его реализую и сам принимаю решение об окончании работы и делаю столько раз, сколько это необходимо, столько эскизов, столько итераций. И таких брендов на самом деле довольно много, когда парфюмер сам является и креативным директором, и менеджером, и администратором, и логистом, и, в общем, как бы все функции выполняет он. Ну, это маленькие бренды. Ну, и в России, конечно, таких, например, если мы говорим о локальной какой-то парфюмерии, то их подавляющее большинство. То есть я не знаю ни одного бренда, в котором, российского бренда, в котором бы работал парфюмер, креативный директор, менеджер, маркетолог, не знаю, там, какой-нибудь курьер. Как правило, все это выполняет один и тот же человек. А в чем для парфюмера вообще разница при работе с крупным брендом, с брифом и креативным директором, и самостоятельное какое-то творчество? Ну, я сейчас не говорю о каком-то коммерческом продвижении и, соответственно, успехе, узнаваемость аромата, а вот именно в работе парфюмера. В чем это выражается? Ну, ты понимаешь, да, что ты сейчас сказал слово «бриф», и, по сути дела, это ответ на вопрос, потому что бриф, выданный кем-то, это задание. Когда парфюмер работает самостоятельно, задание он выдает себе сам и корректирует себя сам. И свою идею первоначальную он также может подкорректировать, если, например, композиция ему нравится, и он считает, что идею можно не реализовать до конца или ее, например, изменить. В первую очередь, это, конечно же, свобода. Свобода, которой обладает парфюмер или креативный директор в его лице, свобода в реализации своих замыслов, свобода в использовании сырья настолько дорогого и в таком количестве, насколько тебе позволяет твой собственный бюджет. Потому что, если мы говорим о каких-то больших историях, больших брендах, то, конечно же, бюджетирование там очень строгое. И, более того, там нельзя выйти за этот бюджет. То есть, там пара долларов и, как бы, может аромат не пройти. Хотя, креативный директор иногда способен продавить бюджет на пару долларов реально больше для того, чтобы композиция вышла такой, какую и разработали. У маленьких компаний, крошечных, независимых компаний, конечно же, такой проблемы нет. Они сами себе законы, они сами себе порядок, поэтому я могу использовать то, что я хочу в таком количестве, в каком я хочу и абсолютно не смотреть на какие-то ограничения, которые на территории Европейского Союза применяет ИФРА. То есть, мне на это абсолютно наплевать. Ну, в данном случае и в данной ситуации мне без разницы. ты сказал о свободе, которая есть у парфюмера при работе на себя или, может быть, с каким-то независимым брендом. А возможно ли творческая свобода для парфюмера при работе с креативным директором и каким-то крупным брендом? То есть, возможно ли там творчество и искусство вообще в процессе? А ты читал пресс-релизы, например, в которых говорится, ну, Марко утверждает то, что они дали полную свободу своему парфюмеру. Чисто. Да, то есть, мы не ограничивали бюджет, мы не ограничивали свободу наших парфюмеров, мы решили дать им полный карт-бланш для того, чтобы у вас было самое лучшее, говорят нам с этих пресс-релизов с экранов наших мониторов и телефонов. И на самом деле, иногда бывает так, что креативный директор, концепция бренда в том, чтобы креативный директор давал свободу творчества своему парфюмеру, да, то есть, для нас самый яркий пример это бренд Эдисиан де Парфюм Фредерик Маль, который специализируется на том, чтобы давать своим парфюмерам полную свободу действия, не ограничивая их в бюджете, не ограничивать их в выборе ингредиентов, которые они хотят использовать для реализации задачи, но мне кажется, здесь есть некоторая доля лукавства, потому что зная бэкграунд Фредерика Маля, какое у него образование и как он работает вместе с парфюмерами над композициями, мне кажется, что он не дает полной свободы парфюмерам, да, для того, чтобы так говорить. Например, Жан-Клод Ильина, да, известный парфюмер, который, вот недавно буквально мы с Женей разговаривали с ним, и он сказал, что ему важно, чтобы его не трогали в процессе работы, чтобы никто не контролировал его работу и не корректировал ее, да, то есть он находится на том уровне, на котором он уже сам может говорить креативным директорам, что хорошо, что плохо. Разумеется, это не так, то есть все-таки это два разных взгляда на один и тот же объект, на одну и ту же идею, и креативный директор может принести что-то, чего парфюмер не увидит, и наоборот, да, то есть это такой симбиоз. Хорошие ароматы всегда происходят именно при правильной, слаженной и гармоничной работе двух начала этого аромата, да, технического с точки зрения парфюмера и идейного с точки зрения креативного директора. Поэтому в любом случае, если ты занимаешься разработкой аромата на уровне идей, контролируешь процесс его создания и принимаешь решение об окончании работы, ты в любом случае контролируешь парфюмера, то есть ты управляешь его работой, какой бы ты свободу ему не дал. Он может выбрать любые ингредиенты, которые ему нравятся, но при этом ты все равно будешь в процессе контролировать количество одного, количество другого, да, то есть не фактически по формуле, если ты в этом ничего не понимаешь, а скажешь, типа, ну там не слишком много жасмина, там, давай его немножко уберем, или давай немножко усилим ноту розы. Ну, такая работа. Ну, то есть художественная свобода, она не всегда идет на пользу качеству, ну, и соответственно, наоборот. Я уверен, что нет. Я уверен, что на пользу качеству идут ограничения и бесконечные рамки. Более того, качественный продукт без них вообще невозможен, потому что как далеко можно уйти в своих поисках совершенства и в итоге все разрушить, потому что вместе с развитием любого произведения искусства развивается и сам художник, который его создает, да, и если мы говорим о парфюмерии, то парфюмер может уйти в такие дебри, когда аромат уже не будет понятен никому, кроме него. И, возможно, им он будет считаться совершенным, но на самом деле люди получат что-то совершенно невообразимое. И такие примеры тоже были. Это нормально, когда парфюмер настолько увлечен своей работой, что вот он уходит в какие-то дебри. Это профессиональная деформация, от этого никуда не деться. Для этого нужен креативный директор, по сути дела, чтобы человек, чтобы создать, скажем так, вот этот вот средний плоскость, средний слой между парфюмером и его аудиторией, их аудиторией совместно. Мне приходится, как парфюмеру и креативному директору в одном лице, разумеется, мне приходится постоянно себя на чем-то одергивать, возвращаться. Ну, это прям большая работа, в том числе умственная, парфюмерия, потом оцени с точки зрения потенциальной аудитории. В больших корпорациях или в маленьких, но тем не менее у которых есть какой-то штат, это немножко легче, чем когда ты работаешь один и принимаешь все решения один. Но, опять же, да, здесь друзья есть, например, которые могут быть твоей фокус-группой или люди, которым ты доверяешь, которым ты можешь дать понюхать свою работу, чтобы они сказали тебе, как на их вкус это пахнет. Ну, принять решение. потом. И ты часто принимаешь решение именно на основе их отзывов? А сам ты не знаешь? Я не могу знать, насколько я повлиял на это решение. Могу только доказаться. На самом деле у меня есть определенный пул людей, парфюмерному вкусу которых я доверяю. Их мало, очень, но их мнение для меня очень важно. И если они говорят, что да, это хорошо, я перестаю, скажем так, искать в этом аромате какие-то сильные несовершенства, скажем так. То есть, я все равно буду дорабатывать баланс, я все равно буду дорабатывать парфюмерную формулу. Мне понадобится после вот этого, после этой очной ставки какое-то количество финальных итераций, может быть, две-три, но потом да, я скорее всего подпишу аромат к выпуску. Люди важны очень, особенно те, которым ты доверяешь искренне, но ответственность за принятие решения на выпуск аромата лежит все равно на тебя, то есть на мне, не на тебе. Хорошо, а над всеми своими ароматами ты работаешь один? Да. Но, опять же, я вообще не очень понимаю, можно ли сейчас это говорить или нет. да и вообще в пространстве в интернет это известно. Иногда я отправляю свои формулы Бертону Дешафуру, если я понимаю, что сам я не могу понять, нравится мне финал или не нравится, да, то есть я не могу выпустить аромат, в котором я не уверен, в котором я нечестен со своей аудиторией, это важно. Но для того, чтобы это понять, мне нужен взгляд более опытного парфюмера. парфюмер Бертон Дешафуру имеет 30-летний опыт работы, он очень давно в парфюмерии и носит все свои титулы не зря, поэтому иногда я отправляю ему формулу для того, чтобы он мне что-то сказал об этом. Но я отправляю ее всегда с вопросом, потому что если просто отправить ему формулу и сказать, дорогой друг, подскажи, пожалуйста, что делать, это так не сработает. То есть ты отправляешь формулу, ты отправляешь вопрос, который тебя интересует и заботит, и ответ на который тебе нужен. Тогда да, то есть он может что-то посоветовать, что-то помочь, но это совершенно не значит, что ты примешь это к работе. Помнишь, я рассказывал про ваниль-бурбон, когда Дешафур попросил меня уменьшить количество гвейкола по формуле в 100 раз. Я пришел в лабораторию, смешал с поправками Бертрана и понял, что я не буду выпускать роман в таком виде, в котором мне предложил его Дешафур. Единственное, там была строчка, которую он просил поправить, это количество гвейкола. Но я нарушил этой поправкой, я нарушил вертикальную структуру в аромате, и мне пришлось вернуть его на обратно, как бы на то место, как бы в топ-количестве, в котором он был до этого. Но это сейчас мы уже углубляемся в как бы немножко в методику построения формулы парфюмерной композиции, и я не думаю, что это стоит делать. Хорошо, ты сказал, что работаешь один, а на многих парфюмерных композициях можно увидеть имена нескольких авторов, над ними работает целая команда парфюмеров. В чем отличие работы команды парфюмеров и одного парфюмера? В чем отличается процесс? Ты знаешь, я на самом деле думал об этом буквально вчера, потому что я зачем-то вспомнил про аромат Libre et Saint Laurent, и как ты знаешь, над ним работали два парфюмера, это Карлос Бенеим и Анфлипо. И собственно говоря, я подумал, почему над такими ароматами работают несколько парфюмеров, потому что два парфюмера это вообще не предел, их может быть целая команда. Но Карлос Бенеим и Анфлипо это два больших парфюмера, потому что иногда бывает так, что парфюмер большой, состоявшийся, уже звездный в чем-то, он работает с командой своих учеников, и тогда его имя этих учеников появляется рядом с именем их учителя, скажем так, мастера, который, ну, мастер-парфюмер это есть такое понятие, по сути делает человек, который достиг в своем ремесле определенных высот и носит этот титул заслуженно. Мастер-парфюмер присуждается вообще-то далеко не всем и специальным органам, который находится во Франции и выдает вот этот вот титул. Соответственно, иногда парфюмер работает со своими учениками и тогда их именно вписываются также в титры аромата. Иногда работают несколько парфюмеров большой величины. Соответственно, если говорить о том, зачем они это делают, то я бы и сам хотел знать ответ на этот вопрос настоящий, потому что что Карлос Бенаим, что Анфлипо могли сделать великолепный Либраэто в Сан-Лоран. Потрясающий. Каждый из этих парфюмеров способен создать шедевр. И от совмещения их усилий вряд ли происходит какое-то умножение. То есть я не верю в то, что будет какой-то разрыв, но он и не случился. Это отличный аромат, он покажет хорошо себя в продажах, он меня как парфюмерного критика, как журналиста устраивает более чем с точки зрения качества парфюмерной композиции. Но вдвоем, мне кажется, это когда ты хочешь поделиться своей идеей или, например, аромат состоит из нескольких частей, в каждой из которых этот парфюмер особенно хорош. Я не могу сказать, я еще не знаю, насколько хорошо Анфлипо и Карлос Бинэйм отдельно работают с аккордом апельсинового цвета, когда он является главным в парфюмерной композиции. Почему-то мы сейчас говорим про Либре, я не знаю, это не про Деплэйсмент. Вот. Но при этом эти парфюмеры обмениваются знаниями и обмениваются своим стилем друг с другом, потому что вот мы все знаем, что сейчас пандемия, вторая волна, но когда была первая волна, разрабатывался аромат, Анн говорила, что они с Бинэймом переписываются просто по почте и отправляют друг другу формулы. То есть у них одна и та же палитра, они живут в разных концах света, Карлос живет в Нью-Йорке, а Анн живет по-моему в Париже, если не ошибаюсь, они пишут друг другу письма с формулами, они не отправляют друг другу образцы, они не отправляют друг другу блоттер запакованный в конверт, то есть нет, они переписываются именно вот как бы на своем парфюмерном языке, и это похоже на бадминтон, то есть они создали формулу и начинают ее друг другу пересылать с какими-то изменениями, поправками, при этом отправляя эту формулу своим ассистентам для того, чтобы они смешали по ней компаунд, эскиз, да, то есть скетч. Ну, то есть работа совместной двух парфюмеров выглядит так, один пишет формулу, отправляет ее другому, тот смешивает ингредиенты, вносит свои правки и отправляет формулу по электронной почте обратно. Иногда даже не требуется смешивать ингредиенты, иногда парфюмер настолько высокого высокого уровня, что он понимает, как это будет пахнуть, просто посмотрев на лист, да, и это опять же нормальная ситуация, это правильно, когда парфюмеру, почему-то очень многие люди думают, что ароматы создаются так, что ты наугад берешь какие-то банки со своего органа, да, эти флаконы с растворами, и начинаешь рандомно просто капать, нюхать, что получится и думать, что таким образом создаются шедевры. Разумеется, не одно. Замата была Маш. Мне кажется, что все-таки Александр Гальтерев сперва понюхал двойку Кукунда Гарсон. Вот, я к чему? Я к тому, что это все-таки работа в первую очередь интеллектуальная, и не в первую, и в последнюю очередь, то есть в первую и последнюю очередь это интеллектуальная работа. Формула появляется сначала у тебя в голове, затем на бумаге. Когда ты приходишь в лабораторию, ты приходишь с формулы, где бы она у тебя там не была записана. Я пишу, например, в телефоне, да, я могу заниматься чем угодно, и в фоновом режиме думать о том аромате, над которым я работаю сейчас, мне придет в голову идея, и я тут же записываю ее, либо добавляю в формулу то, что мне пришло, например, на ум, либо просто переписываю формулу, либо пишу новую, и потом с ней уже еду в лабораторию, начинаю смешивать по этой формуле. так это не работает. Сильно это отличается от то, что у тебя в голове, что ты придумал, а потом смешал и понюхал? Это не совпадает практически никогда. Более того, посмотрев на пирамиду композиции, на описание ее парфюмерам или креативным директорам или маркетинговым отделам, ты никогда не поймешь, как это пахнет на самом деле. То есть ревень, апельсиновый цвет пачули и ладан могут быть смешаны в таких странных пропорциях, им могут быть приданы такие странные очертания, что ты никогда этого не ожидаешь. Невозможно по пирамидке парфюмерной композиции понять, как она пахнет. Все вот эти покупки по пирамидкам, они, конечно, это интересная игра в слепую, не более того. Потому что роза может быть разной, жасмин может быть разным, иланг-иланг может быть разным, что угодно может быть разным. Даже ревень может быть где-то более горький, где-то более кислый, где-то более зеленый. То есть это зависит от задумки креативного директора и парфюмера. А в формуле, ой, в пирамиде он будет написан ревень. Кстати, раз ты начал об ингредиентах, то как тебе вообще современный эко-тренд и то, что очень становится востребованы натуральные ингредиенты, что, мол, если в аромате используется только натуральное сырье и все прочее, значит, это все хорошо и здорово. И как тебе, как парфюмеру, работается с такими материалами, если ты их используешь? А эко-тренд это именно мы говорим не о сохранении окружающей среды, а именно об использовании природных ресурсов для производства парфюмерной композиции, правильно? Потому что, если мы говорим о эко-тренде как об сохранении окружающей среды, из которой мы, кстати, парфюмеры получают практически все для своей работы, то есть это очень важный ресурс природы, то я отношусь к этому хорошо. Если мы говорим о том, что эко это все натуральное, когда состоит из одних натуральных ингредиентов, то, ну, извини, но, конечно, от этого страдает природа очень сильно. То есть, мы таким образом чуть не довели до исчезновения сандал, дикий, мы таким образом чуть не довели до исчезновения дикий алоэ, ну, агар, да, ут, из которого получают. люди в парфюмерии ничем не отличаются от людей, которые браконьерят в море, убивая китов, ну, в общем, это та же самая история. Мы таким образом чуть не уничтожили несколько видов растений, которые использовали неумеренно, которые использовали грубо в парфюмерии, и это плохо. Но, опять же, есть вторичная переработка натурального сырья, разрабатываются новые методы выработки сырья из натуральных ресурсов, более щадящие, когда нужно меньше самого ресурса сырого, да, из меньшего количества можно получить чуть больше сырья непосредственно. Это тоже очень хорошо, совершенствование технологий, направленных на сохранение окружающей среды, это прекрасно. Я считаю, что мы все должны это поддерживать, и если у парфюмера есть такая возможность, то он должен использовать сырье, получаемое из вторично перерабатываемых источников, да, то есть для того, чтобы снизить нагрузку на экосистему нашей земли, нашей планеты. А если сырье исключительно синтетическое? Если сырье исключительно синтетическое, то, ну, как бы, оно же используется синтетическое уже очень много лет. Есть ароматы, в которых практически нет натурального сырья, а если есть, то это какие-нибудь цитрусовые масла, которые получаются прямым отжимом из корок, да, то есть в любом случае это вторичная переработка, там, мякоть уходит на изготовление сока, корки могут использоваться для получения эфирного масла, но такое масло, как правило, не используется, конечно, в парфюмерии, это может быть масло, использующееся в флеверинге, в создании пищевых одушек для ароматизации еды. то есть синтетических компонентов, ингредиентов бояться, сторониться не нужно. Они зачастую гораздо более безопасны, чем натуральное сырье, потому что натуральное сырье может вызывать аллергию, оно может быть фототоксичным, оно может быть в принципе токсичным, да, как, например, смолу Копала не используют, но парфюмеры научились имитировать запах смолы Копал с помощью ладана, бензоина, ванилина, как бы, привет, Бертран Дюжафур, опять же, и это нормально, что некоторые природные ингредиенты, которые могли бы быть использованы в парфюмерии, не используются, либо модифицируются до такой степени, чтобы их можно было использовать, например, ну, наверное, самый яркий пример, который приходит на вскидку, это бергамот без бергаптена, то есть бергаптен фототоксичен и вызывает ожоги, если кожа попадает на солнце, соответственно, убрав из бергаптен, из бергамота бергаптен, мы получаем более, скажем так, подходящий для производства парфюмерии бергамот, но при этом теряем, конечно, часть его запаха, разумеется, синтетическое сырье, оно в этом плане более безопасно, потому что прежде чем попасть на рынок, оно проходит токсикологическую экспертизу. Да, я снова сейчас назову слово из четырех букв ИФРА, это орган, который занимается, сначала носил рекомендательный характер, ограничивая использование тех или иных парфюмерных ингредиентов именно с точки зрения их безопасности для человека, вот, и ИФРА, конечно же, в течение жизни этой организации, она запретила, довольно, ограничила или запретила довольно много разных материалов, которые используются парфюмерами, там, не знаю, в 60-х, 70-х, 80-х годах, 90-х, но сейчас, например, они очень сильно ограничены и не могут быть использованы. Это большой удар, например, Лилиаль запрещен, из него состояла практически вся люксовая парфюмерия 90-х годов, да и 2000-х тоже. Он не запрещен, но он ограничен очень сильно или, кстати, запрещен. Я, если честно, должен проконсультироваться. В любом случае, его сейчас нельзя использовать столько, сколько использовали раньше, и вот это ограничение, оно повлияло на всю парфюмерию, но парфюмеры начали искать замену, разумеется, они не могли позволить себе, чтобы огромный, многомиллионный, бизнес рухнул, да, это важно. Они находили замены, они использовали какие-то модификаторы, ну, гольного дубика хитра, это нормально, это всегда так бывает. Но, так или иначе, зато это безопасно. То есть, они запретили, ограничили одно небезопасно, другое, третье, но всегда остается что-то, что еще можно использовать. Токсикологическая экспертиза более щадяще относится к синтетическим элементам, потому что они разработаны для нужд парфюмерии. Как там природа создала свои вот эти вот растения, и то, что мы используем из этих растений, да, там цветы, побеги, ветки, листья, что угодно, здесь мы знать не можем, это покажет только химический анализ, и как бы, как это поведет себя на людях или животных. И, наверное, вопрос, который захотят задать очень многие, как, собственно, стать парфюмером, куда идти, кому писать, куда звонить, если хочется освоить эту замечательную профессию. Ну, если, естественно, мы живем при этом в России. Да, вот это последнее очень хорошо, что ты добавил. В России нет парфюмерных школ, вообще парфюмерной школы, как таковой, в России нет с момента, когда еще в Советском Союзе парфюмерия была как отрасль, как индустрия, она была уничтожена, да, то есть практически закрылись все фабрики. Только сейчас начинается возрождение парфюмерии на примере компании Брокарт. Если говорить об этом, до этого у нас не было возможности увидеть именно российский парфюмерный бизнес, настоящий, да, вот эту индустрию. Соответственно, научиться здесь, в России, нельзя. Если человек из России хочет поехать и стать, точнее, хочет стать парфюмером, он должен поехать туда, где на парфюмера обучают. Очевидным вариантом становится Франция. У нас есть в мире во Франции конкретно, в частности, несколько парфюмерных школ. ИСИПКО, Высшая школа парфюмерии, Градский институт парфюмерии, также при всех больших корпорациях, производящих парфюмерное сырье и парфюмерию, есть школы, которые воспитывают собственных будущих кадров. парфюмеров. У ИФФ своя школа, у Живодан, у Ферминиш, у Роберте, я не уверен, но может быть и у них тоже есть своя школа, где они тренируют своих учеников, которые в будущем становятся стажерами, ассистентами парфюмера, и через несколько лет мытья пробирок условного, да, они допускаются до должности младший парфюмер, а потом еще через несколько лет они могут становиться самостоятельными парфюмерами. В России парфюмером стать нельзя, онлайн-курсы вас этому не научат, также вас этому не научат люди, которые не имеют профильного образования, только так, да, это возможность, искать возможность попасть вот в одну из названных школ. Конкурсы туда огромные, в школы-корпорации попасть практически невозможно, в ИСИПКу попасть довольно трудно, Градский институт парфюмерии тоже в последние годы перестал быть общедоступным, но и в любом случае такое обучение стоит очень дорого, необходимо все это время жить во Франции, потому что процесс обучения безнепрерывный. Для того, чтобы стать парфюмером, у вас для начала должно быть очень много денег. Но если мы говорим про профессионального парфюмера, да, если же мы говорим про парфюмеров-самоучек, то литература разной степени достоверности, есть в интернете, но ее тоже нужно поискать хорошенько, также можно у кого-то взять какие-то частные уроки, консультации и потом закупить сырья и отправиться в свою лабораторию, если она у тебя может быть, например, дома, на кухне, начать экспериментировать. Но, конечно, парфюмером ты от этого не станешь, да, то есть некоторые называют себя дизайнерами ароматов, некоторые называют себя альфактурными художниками, да, избегая слова парфюмер. Ну, и на мой взгляд, это правильно. Честно говоря, я бы тоже, наверное, вот так вот парфюмером себя называть не стал, потому что нужно десятки лет, по крайней мере, 10 лет прям ученичества, да, для того, чтобы называть себя прям парфюмером. Коротко говоря, живя в России и не собираясь получить свое образование посредством переезда во Францию и пребывания какого-то количества лет там, парфюмером ты не станешь. Тем самым парфюмером, о котором мечтают как раз вот все стать. Ну, хорошо, спасибо тебе большое, Валер, за подробные ответы на все эти вопросы. Пожалуйста, Андрей, и тебе спасибо за то, что позвали меня в гости и дали возможность уговориться. С вами был Андрей Новиков и Валерий Михалицын. Сегодня мы обсуждали то, как делают духи. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео и вы хотите увидеть подобный формат еще. Спасибо, что были с нами и до новых встреч на нашем канале. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok